Вообще скандинавская ходьба захватывает мир, врачебный. Ума кардиологов она захватывает на самом деле. Вот захожу в спортмагазин, палки для скандинавской ходьбы. Покупают, не на витрине стоят. Вижу бабушка идет, лицо белое, как снег. Она со скандинавской ходьбой идет. Ну, не будем описывать, что я по этому поводу чувствую, перейдем просто к фактам. Вот есть у меня тело, вот позвоночник, да. Смотрим на людей, которые ходят по улицам. Как они ходят? Правильно, вот так. Так вот они ходят. Может повыровнялись, может не очень. Могут идти со смартфоном, могут идти держать сумку. В любом случае руки не работают. Что это значит для тела? У нас в организме биомеханика движений проста. Диагональное уравновешивание, то есть рука-нога. Нога на большую амплитуду работает, она тяжелая. Рука на поменьшую амплитуду работает, поменьше. Она меньше весит. То есть, казалось бы, при чем здесь стабилизация. А вот как раз разница в массе и амплитуде и создает то, что мне при вот таком вот раскачивании стоять неудобно, я вынужден как бы шагнуть. И в сумме, вместе с ходьбой, все три элемента весьма и весьма уравновешены. Поэтому, да, я согласен, что когда ты идешь вот совсем без рук, у тебя перья напрягается, в первую очередь, поясница, косые живота, без участия плечевого пояса, если руки фиксированы. Косые живота не работают, давление в животе не развивается, ноги работают тоже, но не так мышцы напрягаются. И сердце из-за этого перенапрягается. Простое решение, да, включи руки в ходьбу. Ну, конечно, не марш, но что-то типа. То есть, вернуться нужно к нормальной физиологии. Предлагаешь людям двигать руками, они такие, да, хорошо, через три минуты никто ничего не делает. Хорошо. Сидели кардиологи, сидели и думали, что бы нам такого сделать. И вот из, значит, европейских стран пришло решение. Пункт 1 есть. Кто сказал, что дополнительная масса в руке, а палка, сколько бы она не весила, она создает дополнительное напряжение в мышцах руки. Более того, за счет ее длины, по правилу рычага, кисть не такая уж и мощная, палка длинная, метра там полтора где-то, да. Опять же, сколько она весит? Несколько сот грамм? Попробуйте-ка за самый-то кончик ее вот так удержать. Какой напряг на кисть? Какой напряг на плечевой пояс? И вот бабушки идут кардиологами точно насоветанные, вот они вот с палками идут. И опять же, Европа-то по каким местам-то ходит? По асфальтированным дорогам, каких-нибудь там парков? Вообще палки трекинговые используются только тогда, когда вы идете конкретно в гору. То есть, да, когда вы идете в гору, вся вот эта обычная уравновешенная механика, она вся нарушается, вынуждены вы согнуть ноги и руки должны работать жестче и по укороченной амплитуде. Вот палки-то здесь как раз и хорошо. То есть, какая любая пересеченная местность, что святые с посохами ходили, историю куча. Вот, что значит туристы ходят с палками по пересеченной местности, преимущественно в гору, при условии, что стабильности ног не хватает и нужно еще что-то дополнительное. Вот только в этих условиях палки будут помогать сердцу, потому что они как бы снимают частично напряг с нижних мышц, оставляют их из жуткого спазма переходить просто в пульс работу, то есть помогать качать кровь, только по пересеченной местности. В этих остальных случаях палки, они не просто нарушают, они разрушают биомеханику движения, создают дикий перенапряг на сердце. И вот, допустим, я когда за терапевта дежурил с повторным инфарктом, кто поступал? Чего делали-то? Ой, мы так профилактику делали этого инфаркта. Таблетки все пили, с палками ходили, еще что-то там делали, приехали на повторный, значит, инфаркт. Возникает вопрос, а стоило ли так заморачиваться? Ведь те, кто ничего не делают, примерно с той же частотой на повторный и попадают. Так вот, смотрим на ощущения от тела. То есть, да, есть люди, которые, допустим, у них настолько масса тела непропорциональна, что им и по горизонтали палки действительно помогает идти. Таких мало. Им удобно, то есть ключ, им удобно. Им удобно, им хорошо, им с этого лучше, у них по цвету лица розовеют, все, молодцы. А вот те, кто страдают просто потому, что им сказали, там кардиологи или кто-то еще, ну зачем вы страдаете? Ну вы тело-то почувствуете, в конце концов, тело-то ваше. То есть, вы решаете для себя, то есть, удобно вам это или нет. Есть те, кто просто любят, вот вообще обожают исполнять рекомендации до запятой. Хорошо, тогда вы идете на пересеченную местность, ходите столько, чтобы не уставать, чтобы дыхание не срывалось и, пожалуйста, ходите с палками, как изначально и было придумано. Здесь вот по Сочи троп здоровья, вообще куча просто целая. Вот там, пожалуйста, вот тебе тропа здоровья, но устал, будь здоров отдохнуть. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова